Рада приветствовать всех, кто сегодня с нами на нашем вебинаре, и сегодня мы с вами поговорим о библиографическом описании составной части ресурса, ориентируясь на новый ГОСТ, ну уже, наверное, не такой уж совсем новый, 2018 года. Это библиографическая запись, библиографическое описание. И сегодня мы с вами разберем, пройдем по этим вопросам. Небольшая первая часть, вспоминаем то, что нам уже, в принципе, знакомо из вебинаров по библиографическому описанию, библиографической записи, а затем мы разберем, посмотрим особенности составления этого библиографического описания. Сначала про составную часть, отметим некоторые моменты, и потом про описание идентифицирующего ресурса. И последний вопрос, это некоторые моменты, нюансы при описании составной части многочастных, одночастных ресурсов. Ну, какие там могут быть моменты, мы с вами тоже посмотрим. Естественно, не все-все-все мы охватить не сможем за один час, но постараемся, хотя бы самое основное, то, что может помочь авторам, особенно студентам, учащимся, ну и тем, кто пишет методические рекомендации для них. Ну и для того, чтобы облегчить вашу задачу, забирайте из вкладки файлы презентацию, там тоже много чего полезного есть. И вопрос, на самом деле, очень такой проблемный. Не только для студентов, не только для магистрантов, для аспирантов, но и даже для их научных руководителей. Описание составной части ресурсов приходится достаточно часто делать. Ну и для авторов, кстати, тоже. Кто пишет свои монографии, статьи. Потому что мы к составным ресурсам, составной части ресурса обращаемся, на самом деле, достаточно часто. Это и статьи, это и какие-то части из книг, из сборников. И вот как правильно сделать описание. Очень часто в этом моменте допускаются ошибки. И сталкиваемся с тем, что не понимаем, как его делать. Ну вот сегодня такие основные схемы рассмотрим, чтобы вот этот страх у нас убрать. Ну и напоминаю, что наш вебинар идет в цикле библиографии для небиблиографов, поэтому постараемся очень просто, простыми словами, все эти сложности разобрать и посмотреть. Ну и в начале первая часть очень у нас будет коротенькая, знакомая, определение понятия, что такое составная часть ресурса. Особенно для тех, кто старым ГОСТом еще пользуется 2003 года. Это страны СНГ, ближнего зарубежья. Там в основном сохранен старый ГОСТ 2003. Но многое из того, что мы будем говорить сегодня, оно тоже будет актуально и для них. И раньше это описание называлось аналитическое описание. Ну и, кстати, во многих методичках, пояснениях вы с этим тоже можете столкнуться. Название аналитическое описание. Сейчас оно называется по-новому ГОСТу библиографическое описание составной части ресурса. Это кусочек, это фрагмент от какого-то целого ресурса. Когда мы делаем библиографическое описание не на весь журнал, не на весь сборник, а на одну статью или на отдельные статьи из этого сборника или этого журнала. Ну и про знаки предписанной пунктуации. Как главный опознавательный знак описания составной части ресурса – это две косые черты. Еще иногда его студенты называют дабл-слэш. Увидели две косые черты, значит, точно у нас здесь речь идет о составной части ресурса. И поэтому у нас есть две части, которым мы должны уделить внимание. Остальные знаки, они тоже, естественно, используются. Но вот это вот такой опознавательный знак. Увидели две косые черты – ага, берем себе на заметку. И особенности этого вида описаний. Объектом является составная часть для поиска и опознавания, идентификации которой нам необходимы сведения двух видов. Это сам этот кусочек про статью, про главу, про там параграф. И плюс к нему еще сведения о том ресурсе, где размещена эта составная часть. Вот эти две части и составляют само описание, библиографическое описание составной части ресурса. Ресурс, содержащий составную часть, он еще называется, вот это же сам журнал, сама книга, да, целый ресурс или сайт, он называется идентифицирующий ресурс. Но это тоже встречаете, понимаете, о чем идет речь. Идентифицирующий ресурс после двух косых черточек, а составная часть, сама статья, сам кусочек, фрагмент до двух косых черточек. И что может быть такой составной частью ресурса? Вот в пункте 7.1.1 в ГОСТе приводится как раз описание этих ресурсов, номер пункта я вам в чат тоже размещаю, которые могут быть объектами библиографического описания. То есть, что может быть вот этой первой частью до двух косых черточек и когда мы делаем описание на весь ресурс, она кусочек. Первое – это самостоятельное произведение. Это может быть отдельная статья периодического, сериального, продолжающегося издания. Это может быть рецензия, это может быть статья из сборника материалов конференции или статья, размещенная в сборнике, например, произведений. И в избранных произведениях, однотонных или многотонных, это законченное произведение. Оно само по себе может существовать. Чаще всего в этом мы имеем дело вот именно с этим объектом, работая со статьями периодических изданий или материалами сборников, материалов конференции, трудов конференции, докладов и так далее. Вот чаще всего вот это у нас с вами и появляется. Но может быть еще и часть ресурса, имеющая самостоятельное заглавие. Например, в книге это может быть раздел, это может быть параграф, это может быть глава, у которой есть свое заглавие. И тогда мы тоже можем сделать описание на эту главу или на этот параграф, как на составную часть ресурса. Они могут иметь, кстати, как в нашем примере, просто заглавие, а могут иметь еще конкретных авторов. Вот если у вас открываете содержание и в монографии, например, вот коллективной монографии, там пять, по-моему, авторов приведено или четыре, и каждый из них написал по отдельному, там, отдельной главе, отдельному параграфу, отдельному, даже целые разделы, и у каждого есть свой автор. Вот в этом случае тогда мы можем сделать, не оформляя наш список источников, сделать описание составной части, вот на отдельный параграф, если мы его использовали и им пользовались. Но здесь тоже самое главное, когда мы говорим про книги. А может быть еще третий вариант, когда заглавия нет, и часть ресурса не имеет своего самостоятельного заглавия, но она выделена, мы ее можем выделить в целях какой-то биографической идентификации. То есть нет заглавий, есть разделы, просто номера глав, без своего основного заглавия. В этом случае тоже можно делать описание составной части, но здесь самое главное, когда мы говорим о книгах, не увлекаться и не делать, ну, смотреть, насколько это необходимо. Вот если у нас есть автор отдельного параграфа в книге, то тогда, да, мы можем сделать как на составную часть. Если из вот этого всего многообразия вот этой книги мы использовали и читали только один раздел, одну главу или один параграф, то тогда мы его можем, естественно, указать и сделать на него описание как на составную часть. А в остальных случаях чаще всего мы используем варианты, ну, не говоря уже про первый пункт, да, в остальных случаях мы чаще всего делаем в список источников просто описание целого ресурса и указываем страницу, погенацию, либо просто указываем это в ссылках, а в список источников у нас идет просто описание целого ресурса с указанием физической характеристики, общий объем книги. Поэтому здесь нужно смотреть из контекста самой работы, которую вы пишете, и контекста самого источника. Источник обязательно нужно иметь перед глазами. Вот в данных случаях имеет смысл делать описание как на составную часть ресурса, если мы из всей книги работали только с одним параграфом или только с одной главой, и особенно если она еще написана конкретными авторами, или нас интересовал только конкретный автор. Вот интересовал нас, например, Маркова. Мы еще какие-то ее работы в свой список привели источников. В своей работе мы ее цитировали там по каким-то статьям, другим монографиям, книгам. И вот нам попался раздел, где она выступает соавтором, но из всей книги, из всей вот этой монографии нас интересует только вот этот раздел, потому что здесь есть только вот этот автор. И вот мы тогда делаем как на составную часть ресурса. Либо вот из книг имеет смысл для защиты. Если название источника не соотносится с темой вашей работы, и вы понимаете, что у аттестационной комиссии могут придраться, а что делает здесь вот этот источник, он называется вот так-то, а к вашей теме работы он вообще никакого отношения не имеет. Тут про монументальную скульптуру, а у вас про психологию восприятия. Где скульптура, где психология восприятия. Вот тогда вы делаете, а у вас есть глава, у вас есть там какой-то раздел, который посвящен психологии восприятия, монументального искусства, и рассматривается с точки зрения психологии. Вот тогда вы, чтобы вот это обосновать, можете сделать описание не на весь источник, а на составную часть этого источника, и таким образом у вас уже готов ответ на вопрос, а что здесь делает этот журнал, или эта книга чаще всего, с журналами там попроще, мы сразу делаем описание на составную часть. А вот здесь может быть непонятно из названия книги. Вот в этом случае лучше всего делать описание на составную часть, где будет понятно из заглавия, что мы имели в виду и почему этот источник, почему эта глава у нас попала в нашу работу. Поэтому сильно не увлекаться, но исходя из контекста не забывать и не игнорировать. Что такое идентифицирующий ресурс? Здесь тоже все достаточно пока просто. Это ресурс, в котором размещена наша составная часть. Статья, глава, раздел. Сама книга, сам сборник, может быть журнал, может быть сайт, может быть портал, может быть видеозапись какой-то онлайн-конференции. А мы делаем описание только на доклад одного участника этой конференции. Тогда мы его тоже оформляем как описание на составную часть ресурса. Так что здесь тоже все в принципе пока просто и понятно. И вот так структура описания у нас может выглядеть, исходя из того, что мы с вами говорили. В первой части до двух косых черточек вся информация, которая касается самого текста, самой статьи, самой главы. Не забываем про содержание. А во второй части после двух косых черточек мы делаем описание идентифицирующего ресурса. Вот здесь нам помогут как раз правила, записанные в гости в разделах 5 и 6 и 4. Общие правила описания одночастного ресурса, описания многочастного ресурса. Вот все, что касается описания ресурсов целиком, у нас уходит вот сюда, но со своими оговорками и со своими нюансами. Вот смысл этого соединительного элемента. Мы говорим о том, что мы взяли кусочек из этой книги, привели данные на этот кусочек, все необходимые сведения, и дальше после двух косых черточек мы показываем, а где найти этот кусочек. Вот это важная часть для поиска информации, потому что поиск составной части ресурса мы начинаем всегда с идентифицирующего документа, с идентифицирующего ресурса. Сначала мы находим сам журнал, сам сборник, саму книгу, и уже внутри, пользуясь данными, которые приведены в первой части, и сведения о местоположении составной части ресурса, мы находим нужный нам кусочек. Если мы начнем поиск вот отсюда, мы можем информацию не найти. По автору и заглавию не везде делается роспись статей, не везде есть индекс ДОИ, по которому мы можем найти этот источник, особенно какие-то старые статьи, только в печатном варианте, которые существуют, если они не оцифрованы, то найти достаточно может быть проблематично. Поэтому всегда начинаем искать вот этот материал после двух косых черточек. Сначала сам ресурс, потом уже материал. И схему, если представить вот в таком линейном выражении, схема библиографического описания составной части ресурса может выглядеть вот так. Сведения о составной части, они у нас немножко так разорваны. Сначала мы говорим, здесь приводим их, и местоположение составной части ресурса, конкретная страница, эпогенация страниц, мы их приводим вот здесь. А сведения об идентифицирующем ресурсе после двух косых черточек и может быть использована еще область примечания. Не всегда она у нас присутствует, но для электронных ресурсов она является обязательной. И здесь мы тогда вносим информацию по URL, дата доступа, и в область примечания еще записываются особенности ограничений, если есть режим доступа. и в новейшем госте по ссылкам на электронные ресурсы 22-го года там тоже приведены, хотя он про ссылки, но для описания тоже можно использовать, приведены интересные пояснения про источник. Электронная версия, электронная копия печатного документа, электронный журнал или разные варианты версий, как это приводить, что делать, как, куда записывать. Вот как раз в область примечания они и пойдут. И схема описания уже с примерами. Вот пример описания составной части по схеме. Первый пример с областью примечаний, второй пример без области примечаний. Для электронной версии журнала URL, дата обращения или дата публикации для электронных периодических изданий вместо даты обращения, если это электронный журнал, то электронное издание можно писать дату публикации для электронных периодических изданий. Если есть ограничения, режим доступа обязательно указываем. Требуется авторизация по подписке, платный доступ и другие. Требуется согласие владельца сайта. Если свободный доступ, то мы ничего не пишем, этого элемента у нас не будет. И вот в соответствии с новым ГОСТом по ссылкам на электронные документы является ли документ электронным изданием, электронной копией, электронной версией, обязательно это тоже здесь указывается. Более подробно у нас был мастер-класс по этим вопросам, по новейшему ГОСТу мы это разбирали и на курсе мы это тоже будем разбирать и более подробно уже с этим работать. И подсказки, шпаргалки я вам тоже приготовила. Потому что в самом ГОСТе не очень так хорошо про это написано. Не очень подробно. Предписанные источники информации для библиографического описания составной части ресурса это первое, опять же, два вида. Для составной части ресурса и для идентифицирующего ресурса. Предписанные источники информации для составной части ресурса до двух косых черточек. Это первая и последняя страница самой статьи, самой составной части, откуда мы берем необходимые нам сведения об авторе, заглавие обязательно проверяем. Если есть индекс DOE, берем индекс DOE, ну и сверяем страницы, чтобы указать их правильно. Ну и обращаем внимание на другие элементы, ресурсы, которые тоже могут содержать сведения, которые нам необходимы для составной части. В первую очередь, это оглавление, содержание идентифицирующего документа, если оно содержит вот эти сведения. Чаще всего есть заглавие автор, ну и какие-то дополнительные элементы мы отсюда можем взять. из источника информации для идентифицирующего документа. Это тоже. Ну и если каких-то данных здесь не хватает, мы тогда смотрим весь документ в целом. Стараемся их найти. Вот документ в целом является как раз источником информации и для идентифицирующего части, той части, где мы говорим об идентифицирующей ресурсе. После двух косых черточек. Главный источник информации это, конечно, тот элемент, который содержит основные выходные сведения. В первую очередь, это титульный лист, оборот титульного листа. Это может быть титульный экран, если мы говорим об электронных ресурсах. Это могут быть для локальных ресурсов какие-то этикетки, наклейки, вкладыши и прочее. То есть там, где мы можем всю информацию, место издания, издатель, год издания, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, авторы для заголовка. Вот это мы оттуда можем собрать. Более подробные источники для идентифицирующего ресурса можно посмотреть в разделах 5 и 6 ГОСТа. Там прям по областям. В разделе 4 тоже можно посмотреть общие требования и правила. Обычно даже для разных областей пишется, что является предписанным источником информации для каждой области. Ну, вот такая история. И обращаю еще ваше внимание вот на что. Работа с источником, когда мы составляем описание на составную часть ресурса, очень важно сам источник найти и посмотреть. Даже когда вы просите библиотекаря или библиографа, а проверьте, пожалуйста, правильно ли я оформил свой список источников на 100-500 книг, журналов и статьи из них, что делает библиограф. Ну, конечно, можно чисто формально прикинуть вот здесь точка, здесь точка запятой, вот здесь забыли точку тире, здесь вы забыли пробелы, и чисто формально просто расставить знаки. Но зачастую и чаще всего, если не сказать всегда, требуется обращение к самому источнику. То есть я могу сказать, правильно или неправильно оформлено, когда есть сам источник перед глазами. А их может быть несколько. Вот, например, одна и та же статья может быть размещена в журнале, в периодическом журнале, во-первых, понять, это периодически или это продолжающееся издание, тоже нужно посмотреть, потому что и продолжающиеся, и периодические издания могут иметь том, могут иметь номер, могут иметь выпуск, по-разному они группируются. Сейчас очень часто в периодических изданиях тоже вот такая нумерация присутствует. Помимо номеров еще есть тома, они собираются по томам. И есть русскоязычная версия печатного издания, есть англоязычная версия печатного издания, а есть электронная версия этого же издания. Так, где вы нашли эту статью? Здесь, здесь или здесь? Описания будут отличаться. А еще важно посмотреть, да, вы вообще сравнили в электронной и в печатной версии. Все совпадает. Иначе можно сделать, читали статью в одном варианте, сделали описание совсем на другое, потом нашли где-то готовое описание третьего варианта, и вот, не мудрствовая лукавого, вот это вот третье сюда и поставили. Ну вот, для того, чтобы правильно сделать описание, важно всегда иметь источник перед глазами. Поэтому, когда, это уже скорее к авторам, к студентам, большое пожелание, прям даже можно, кто методически составляет прям требования, записывайте методические рекомендации, что когда вы работаете с источниками, еще на этапе сбора материала, пожалуйста, делайте ссылку на тот сайт или тот ресурс, вот просто из адресной строки хотя бы, где этот источник находится, с тем, чтобы посмотреть, есть ли это печатное издание, нет его электронной версии, пожалуйста, делайте скриншоты, либо фотографии, если вы в библиотеке нашли, а бывает так, что он есть только в библиотеке, а вот не оцифровано, нигде не выложено, и никакого PDF-файла нет. Ну и как я могу сказать, правильно или неправильно вы сделали, если я не вижу ни титульного листа, ни обороты титульного листа, хотя бы этого источника. То есть вот эти основные вещи, пожалуйста, сделали фотографии в папочке отдельно, по источникам себе сложили, пригодятся они вам потом к этой работе, войдет этот источник сюда в список или не войдет, вы их соберите. Для других работ, для других статей может пригодиться, больше не меньше. Поэтому вот обращайте на это внимание, какой версии, чем мы пользуемся, потому что здесь, если на печатную версию мы будем делать одно описание, а если у нас электронная версия, у нас еще добавится область примечания, и там мы тоже должны будем учесть эти нюансы. И еще указать, что это электронная версия печатного издания, или электронная копия печатного издания, или это вообще электронный журнал, который существует только вот в таком виде, а вы нашли статью из него, где-то выложенную PDF-файлом, и делаете описание как на печатную версию. Открываем карточку e-library, а там это печатной версии вообще нет. То есть получается, что вы неправильно сделали. И вот это вот, чтобы определить, нужно обращаться к самим источникам. Поэтому это такой важный момент, на который, из всей первой части, наверное, на которую следует обращать внимание. И к схеме библиографического описания составной части. До двух косых черточек. Схема может выглядеть в полном, скажем так, варианте. Она выглядит вот так, как верхняя часть. У нас есть три типа элементов. Обязательный, условно-обязательный и факультативный. Обязательные должны быть обязательно. Условно-обязательные, если это требуется. И вот вид содержания средств и так далее. Продолжение следует... Появилось? Ага, звука нет. Как, коллеги, появилось звук? Ага, все, слышно. Если, если... Все, пошло, отлично. Если вдруг могут быть сбои интернета, не пугайтесь. Спасибо, что пишем. Просто я смотрю, у меня запись идет, как бы трансляция идет, поэтому в записи все будет хорошо. Если такие моменты возникают, вы просто выйти и зайти заново. Но если он вам пишет, что там сбои интернета, ничего не делайте, идет как бы настройка, ничего не делайте, просто ждем. Значит, это где-то ледяной дождь может нас немножко выбить. В записи все будет хорошо, поэтому не пугаемся. Ага, спасибо. Итак, идем дальше. Основная, ну вот так в полном виде должна у нас выглядеть схема описания составной части ресурса в части первой части, про саму статью. Но мы можем здесь и сокращать. Например, параллельное заглавие, но это заглавие на другом языке. Если оно есть, то мы его прибудем. Но это факультативный элемент, поэтому мы можем обойтись без него. Факультативные элементы мы можем не указывать. И тогда у нас будет выглядеть вот так. Заголовок, то есть автор, основное заглавие названия статьи, сведения, относящиеся к заглавию, если это необходимо, какое-то пояснение. Сведения об ответственности, еще раз автора повторяем, но уже инициалы будут в начале, а не в конце. И вид содержания средства доступа. Вот это мы тоже можем сократить. Вид содержания средств доступа, как мы говорили, для печатных изданий, если они занимают основной массив, например, источников, а чаще всего так в студенческих работах происходит, или там магистрских, то мы его можем опускать. Для электронных мы его приведем вот по этому, по этой схеме у нас будет. А для печатных у нас может вообще остаться заголовок, автор, основное заглавие названия статьи, и сведения, относящиеся к заглавию, если они необходимы. А если и их еще не будет, нам достаточно просто заголовка основного заглавия, то у нас вообще получается очень коротенькая, коротенькая первая часть. Вот такое вот упрощение схемы может быть. Сведения об ответственности. Почему мы их вот здесь не приводим? Почему мы их опускаем? Есть такое правило, есть такое разрешение ГОСТа, когда мы можем опустить сведения об ответственности, если они указаны в заголовке и не отличаются от него. Если у нас написано автор статьи, там, Иванов и и, то в этом случае мы можем просто обойтись одним заголовком. Но если у нас в информации об авторе написано, что Ваня Иванов, то мы должны найти информацию, как же он все-таки, что он Иванов Иван Иванович, а не просто Ваня Иванов. И вот в заголовок мы запишем как положено. Иванов, запятая, и, 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 инициалы привели. А вот в сведениях об ответственности мы напишем, так как было указано в самом статье или на самом сайте, там, Ваня Иванов. Если они отличаются, тогда мы их приводим. Если нет, то даже вот этот обязательный элемент ГОСТ нам разрешает опускать, поэтому для составной части ресурса. Поэтому, когда мы на статье пишем, у нас может вообще вот такое только получиться короткое описание этой части. Ну и более еще какие здесь есть у нас моменты, еще чуть подробнее. Мы можем сведения, сформулированные на основе анализа самого документа, то есть то, что мы сами сформулировали, или которые мы заимствовали из каких-то источников вне документа, во всех областях описания, кроме примечений, ну и заголовка, приводится в квадратных скобках. То есть если мы сами что-то установили, то мы это записываем в квадратных скобках. В первую очередь в описании составной части ресурса берем заглавие, сведения, относящиеся к нему, об ответственности и область вида содержания и средства доступа. Да, ну и если есть дуи у статьи, вспоминала, что же еще у нас должно быть в первой части, еще дуи для статьи, про это чуть попозже вам покажу, мы его тоже в первую часть записываем, дуи самой статьи для электронных публикаций, есть ли они имеются. И, кстати, о заголовке и сведениях об ответственности. Про авторов еще раз вспоминаем, сколько авторов нужно указывать в сведениях об ответственности, если у нас не один автор. Если у нас источник 2, 3 и больше авторов, всех указываем в сведениях об ответственности. Вот в этом случае мы вот этой схемой воспользоваться не сможем. Третий, да, нам все равно придется указать всех авторов за косой чертой. А в заголовок у нас пойдет один. Если у нас 4 автора, то всех 4 мы приводим в сведениях об ответственности. Если 5 и больше авторов, первые 3 и будет вот это сокращение и дыре, в квадратных скупках. Ну и если у нас больше 3 авторов, то здесь мы уже, начиная с 4, делаем под заглавием описания. Ну вот пример схемы библиографического описания составной части периодического ресурса. На зеленом цветом выделена составная часть ресурса, а синим цветом шерифта это информация об идентифицирующем ресурсе. И вот вы видите, здесь мы вполне обходимся без повторения автора за косой чертой. Но вот здесь у нас оказалось, что в статье это на самом деле 3 автора. И вот тогда мы первого указываем в заголовке, а в сведениях об ответственности нам их придется написать, мы укажем уже всех. Ну и то, что, и вот видите, зелененьким вот эти страницы, на которых расположена статья, они тоже выделены зелененьким. Помните, мы смотрели в схеме разделенное у нас такое разорванное немножко описание, они просто такой, у них ареалы обитания немножко другое, но они относятся тоже к первой части до двух косых черточек, к самой статье. Это говорит не о том, что в журнале номер 7, там 104 страницы, а о том, что статья вот эта находится вот в этом журнале. Здесь мы говорим про весь ресурс целиком, поэтому он синеньким. Но находится она вот на этих страницах. Поэтому они вот здесь выделены зелененьким. Это страница для самой статьи. Вот их здесь мы указываем. Вот вся сложность, в принципе, с первой частью. Продую чуть попозже, я вам покажу. Там есть тоже один такой интересный нюанс. Это вот в третьем вопросе мы как раз его посмотрим. В принципе, это не очень сложная часть. А вот теперь подходим к описанию идентифицирующего ресурса. Вот здесь может быть уже немножко посложнее. Схема библиографического описания зависит от того, с каким ресурсом мы имеем дело. У нас могут быть одночасные ресурсы, а могут быть многочасные ресурсы. Одночасные – это одна книга, один журнал, даже не журнал. Одна книга, один сборник материалов конференции, сборник докладов, какие-то записки, но вышедшие одним томом, скажем, одной единицы. А вот наши журналы, периодические, продолжающиеся, многотомники, они относятся уже к многочасным ресурсам. Вот монографические многочасные ресурсы – это многотомник, когда там избранные произведения в 30 томах, собрание сочинений в пяти томах. Или наши периодические журналы, продолжающиеся журналы. А вот сборник материалов конференции, который вышел просто отдельной книгой, нет никакой нумерации, нет никакой периодичности, нигде это не указано. Он будет относиться к одночасным ресурсам. Вот на него описание уже будем делать, как на одночасные ресурсы. От этого зависит, каким разделом ГОСТа мы будем обращаться. Если речь идет об одночасных ресурсах, это пятый раздел ГОСТа. Если речь идет о многочасных ресурсах, это шестой раздел ГОСТа, когда мы говорим об идентифицирующих ресурсах. Ну и есть седьмой раздел в ГОСТе, который прям посвящен описаниям составной части ресурса. И там очень много отсылок идет либо на пятую главу, либо на шестую, шестой раздел. И очень часто вы можете увидеть, в самом ГОСТе идут отсылки. Описание идентифицирующего ресурса, там по какому-то вопросу разбирается пункт, и дальше дается отсылка. Делается СМР раздел 5 или 6. В соответствии с правилами раздела 5 или 6. Что это означает? А это означает, что если у вас одночасный ресурс, вы идете в пятый раздел и смотрите пункты ГОСТа, которые поясняют, как же здесь сделать. А если у вас многочасный ресурс, идете в шестой раздел ГОСТа и смотрите, как здесь сделать. Вот это для ориентировки в ГОСТе важно об этом помнить. Ну и вот чаще всего мы имеем дело как раз с периодическими, продолжающимися сборниками и журналами. И более подробно у нас прям отдельная тема в нашем курсе будет, когда мы вот эти все многочасные ресурсы, это прям пойдет отдельным модулем, и мы прям подробно вот это все богатство, которое здесь приведено, и разбираем, и уже будем на практике отрабатывать. Но по частоте и вот для сегодняшнего нашего вебинара мы рассмотрим периодически продолжающиеся издания, ну и многотомники немножко чуть-чуть затронем. Примеры сериальных изданий. Чаще всего с периодиками имеем дело, на втором месте идут продолжающиеся, ну и серийные реже всего. Что здесь? При описании идентифицирующего ресурса слова и словосочетания в основном заглавий, то есть в названии этого журнала или сборника, не сокращаются, кроме исключительно супердлинных заглавий. И тогда применяется правило сокращения, но без потери смысла, и используется как знак троеточия, деленная пробелами с двух сторон, показывает, что здесь и есть еще какой-то текст, который мы выкинули. Ну вот наш пример, который на вебинарах у нас уже был, он такой показательный и в гости тоже применяется. Вот длинное название, представляете, вот это вот все написать. А есть, кстати, одна статья на немецком языке, где включающая в себя 45 слов. Ничего себе, да, вот 45 слов, ну вот статья по химии. Соответственно, здесь без сокращения нам никак не обойтись. Но когда сокращаем, нужно все-таки, чтобы смысл оставался. Логика, понятно было, что это такое, а не просто взять кусочек с конца, отщипнуть от этой статьи. Можно использовать правило большого пальца. Каждое слово закрываем пальцем и читаем то, что у нас получилось. Смысл сохранился, значит, слово можно убрать. Если происходит искажение, непонятная какая-то абракадабра, тогда нельзя, это слово ведущий, его оставляем. Ну это такой самый упрощенный пример. Иногда возникает необходимость уточнить основное заглавие, помимо того, что его можно сократить. Ну вот, вот так мы не пишем. Там мы записываем полностью труды Московского университета. Вот это мы не делаем за косой чертой. Можно, когда вы берете готовые уже описания, откуда-то у вас такой вариант может встретиться, поэтому распишите, пожалуйста, у себя-то сделайте правильно. Но иногда бывает необходимость уточнить само основное заглавие, когда непонятно, что это за ресурс. Например, есть периодический журнал, есть сборник докладов, есть сайт с одним и тем же названием. Или из основного заглавия непонятно, что это такое за ресурс. Высшая школа экономики. И все. А что это? Это сайт, это периодический журнал, это сборник, это книга, это продолжающиеся издания. А мы помним, что, помните, периодические продолжающиеся издания. И там, и там может быть том, и там, и там может быть номер, и там, и там может быть выпуск. Так что у нас? Продолжающиеся или периодическое? И вот тогда используем сведения, относящиеся к заглавию. Если мы их взяли откуда-то, они были там указаны, мы их приводим без квадратных скобок. Если мы их сформулировали сами, вот как в нашем случае, взяли и написали сайт, а нигде про это не написано, то тогда мы их пишем в квадратные скобки. И есть пункт, который регулирует этот вопрос в новом ГУЛЬСТе, пункт 7.3, даже 3 из подраздела. Там написано, когда приводятся сведения, относящиеся к заглавию для идентифицирующего ресурса, что нужно указать. И вот особенно это часто возникает для ресурсов с типовым заглавием. Вот как у нас там, проблемы образования или там вопросы образования. Бог знает, что это такое. И вот тогда мы дописываем сведения, относящиеся к этому заглавию. Если наоборот титульного листа, например, мы нашли, что это сборник научных трудов, тогда его записываем без скобок. Если сформулировали сами, то скобочки сюда нужно будет добавить. Коллеги, чего не видно, не совсем поняла. Все ли видно? Посигнальте мне, пожалуйста. Все ли видно? Все видно. Ага, отлично. Ну вот сегодня у нас интернет немножко так. Ага, все, отлично. Спасибо. В записи, значит, все точно будет хорошо. И идем дальше. Вот такая вот особенность есть. Про это тоже не забывайте. Если у вас какое-то типовое название, там, вопросы экономики. Что это такое? Ну вот иногда требуется. А это может быть вообще монография. Вопрос экономики. Тогда нужно дописать. Нет, ну понятно, что потом из описания мы уже по готовому-то описанию можем сообразить, что это такое. Но когда мы его составляем, не всегда это может быть понятно. Особенно в части периодических и продолжающихся изданий. И сведения еще к сведениям об идентифицирующем ресурсе. вот три три варианта. Согласно ГОСТу за косой чертой за двумя косыми чертами мы вообще-то приводим название самого издания. И, как правило, заголовок здесь не используется. Ну вот видите, сведения об ответственности. И сюда мы должны написать. для полного ресурса вы помните, что мы сюда пишем авторов и потом через точку запятой первые сведения об ответственности они являются главными, они обязательно должны быть. А потом у нас идут редакторы. при составлении библиографического описания мы тоже квадратные скобки используем. У нас написано и дыры, значит редакторов здесь много. Есть. Мы провели первого и написали и дыры. Или там ответственный редактор и дыры там. Другие редакторы тоже были ответственны. Их много. Ну вот три варианта описания. Первое. И там, и там, и там мы пытались сделать на составную часть ресурса. Вот второе у нас явно выпадает. Смотрите, даже из описания, которые мы имеем перед глазами, мы можем по-разному понять смысл того, что там написано, что подразумевается за источник, скрывается за этим описанием. Если у нас написано вот так, как во втором примере. Таль, психология мышления, хрестоматия, Михаил Таль, вот первые сведения, приведены, все правильно, под редакцией, ага, третье издание, все на своих местах, Москва, психология, вроде бы все правильно. Но вот это описание, разве на составную часть, две косые черты, куда ставить? А нет, это описание целого ресурса. При этом мы почему-то автора сюда поставили, хотя это хрестоматия, это сборник, и здесь автора, скорее всего, у нас и не будет. Второе. Между страницами короткое тире, но в электронном, когда делаешь презентацию, в электронном формате, и даже когда набираете на компьютере, часто используется дефис. Поэтому вот здесь дефис можно смело ставить, это не катастрофично, пробел может страницами не ставится. Среднее тире используется в знаке точка тире. Но опять же, не всегда в электронном виде, когда вы набираете там в орде или в презентациях особенно, вот этот символ, он проставляется. Иногда вы можете увидеть, что там стоит дефис. На самом деле это короткое, среднее вот это тире. Лучше всего либо копипастом, либо символ задать. Вот в орде это можно сделать, настроить символ, там комбинацию клавиш и пользоваться ей. Вот. Вообще должно быть вот такое средненькое тире. А здесь да, можно дефис. Название издательства. Название издательства обязательно. Смотрите, здесь у нас речь идет о книге. Это не статья. Это не журнал. Это не продолжающееся издание. Там, кстати, тоже мы издательство можем указывать, можем опускать. Это в периодических изданиях мы издательство опускаем. А вот здесь это книга. И вот это описание, это не на составную часть. У нас получается, что вот эту хрестоматию написал вот этот автор. А это не так. Мы на самом деле делали описание составной части ресурса. Автор, его статья, сведения об ответственности из вот этой хрестоматии, вот на нее мы использовали в своей работе, мы не читали всю хрестоматию, мы только вот этой статьей пользовались. За косой чертой мы приводим автора, потому что здесь указали как положено, а в самой статье написано, в самой книге написано вот так, Михаил Таль о мышлении шахматиста. И вот мы написали, что ага, вот мы какую информацию отсюда можем почерпнуть, что вот так там написано. Две косые черты и дальше вот эта статья Михаила Таля находится в книге психология мышления и это хрестоматия, вот сведения относящиеся к заглавию мы сюда включили. Мы поясняем, что это не монография, это не сборник статей, это именно хрестоматия, учебно-методический особый вид литературы. Эта хрестоматия вышла под редакцией Юлии Борисовны и Репенрейтор и там были еще другие редакторы. Это третье издание, если у вас есть 5-е, 25-е указано, какое издание, вы тоже приводите, потому что страницы в разных изданиях могут различаться. И вот эта статья может находиться совсем на другой странице. Вы сделали по третьему изданию, а там ваш научный руководитель или не дай бог рецензент внешний открыл 5-е издание, ориентируясь, ну вы же не написали вот эту информацию сюда, ориентируясь на свой источник, и у него другие страницы, он может придраться, а у вас неправильность. место издания, издательство год. Коллеги, все ли нормально или зависло только у одного участника или у всех, поставьте, пожалуйста, значок. Ага, вижу, слышим, видим. Ага, все, спасибо. Вот, вот так у нас будет выглядеть наше описание на составную часть, на статью из Христомати. Почему здесь нет авторов? Ну, вроде бы обязательный элемент, если мы говорим про ресурс, его нужно указывать. А потому что это, ну, скажем так, сборник, авторов там слишком много, это разные короткие статьи собраны. Единственное, что здесь мы могли бы указать, поэтому здесь авторов может не быть, может быть указан составитель или автор составитель, если он не указан, тогда, ну, вторые сведения приводят. Если указан составитель или автор составитель, тогда мы его в качестве первых сведений тоже приводим. Автор составитель Иванов ИИ точка пробел, точка запятой пробел под редакцией там кого-то. А вот вторые сведения мы уже тогда можем не указать. Вот в данном случае не было указано составитель или автор составитель, поэтому мы приводим сюда сведения под редакцией, по чьей редакции выходило это издание. Потому что может быть такое же издание, но под другой редакцией. И вот третий вариант это второе. Для описания целого источника правильно, но в том случае, если у нас вот этот автор является автором всей Христоматии. Видите разница? Вот здесь у нас автор составной части одной статьи из Христоматии мы ее название приводим, а вот здесь у нас получается, что этот автор написал всю книгу, всю Христоматию. Ну, это у нас неправильно. Так. Сейчас я попробую. так, где, где, где. Вот. Да, что ж такое-то. Вот. Да, что-то немножко у нас немножко сбоит. Сейчас попробую. да, но это на платформе. Вот этого не должно быть. Давайте тогда лучше указкой, иначе... Вот. Вот этого у нас быть не должно. Вот здесь. коллеги, видно ли, слышно ли? Отметьте, пожалуйста, огоньком, а то я начинаю уже волноваться. Ага. Так. Спасибо. Немножко подвисает еще указку, не получается взять. Ну, ладно. Во втором примере автора быть не должно, под заглавием будет идти. Да, 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 совершенно верно. Психология мышления, Христоматия, автора за косой чертой быть не должно. Он может присутствовать только в том случае, во втором примере, если это автор-составитель. Тогда мы должны дописать составитель или автор-составитель Михаил Таль или Таль МН Таль. И дальше уже под чьей редакции это вышло. Вот тогда это будет правильно. То есть здесь тоже требуется доработка. Но мы-то говорим о составной части ресурса, поэтому только первый вариант. Второй вариант тут вообще намешано все на свете, еще и авторов наставляли. Ну, типа, их же там много в Христоматии, поэтому всех надо указать. По правилам указываем первых трех и ставим и ДР. Ну, вот это вот, конечно, делать нельзя. Вот третий вообще никак не подходит ни для описания целого ресурса, ни для составной части. Только вот первый вариант. Ну, это вот я вам просто из разных работ, как иногда студенты у нас начинают креативить. Ну, вот это вот быть у нас не должно. Автор только здесь. Если отличается в сведениях, относящихся к заглавию, вот в первом примере мы его указываем. Заглавие и, в принципе, все. Но если необходимо указать, что это текст электронный или текст непосредственный, а у нас в списке большинство источников электронных, ну, тогда мы сюда еще дописываем нужные слова. А по так, коллеги, давайте, знаете, что сделаем? Я попробую перезайти, потому что здесь у нас может быть это поможет, начинает перескакивать, почему-то начинает перескакивать. Третий неправильно. правильное это первое. Третье тут вообще намешано все на свете, Эльвир. А во втором тоже неправильно проведено вообще не на составную часть, а на целый источник. Мы говорим про составную часть ресурса, про статью из Христомати, поэтому здесь только первый вариант правильный. А вот потом просто посмотрите, в записи можно будет тоже посмотреть, почему здесь неправильно. Коллеги, давайте сейчас я попробую на минутку перезагрузиться, потому что да, вот какие-то видимо здесь моменты на платформе, начинает перескакивать слайды презентации. Одну минутку не разбегайтесь, хорошо? так, все вроде вернулось, у меня все равно перескакивает. Ладно, так, коллеги, вечно, отметьте, пожалуйста, огоньком, ага, отлично, вот, вот такая вещь здесь существует. Вот, вот так буду переходить очень аккуратно. И какие есть еще нюансы при описании составной части, когда мы говорим о многочастных и одночастных ресурсах. чуть-чуть немножко мы задержимся, потому что да, связь немножко немножко нас подводит. Вспоминаем одночастные и многочастные ресурсы, какие здесь могут быть у нас нюансы. Ну, вот так буду перемещаться. Если мы, помните, мы говорили, что мы можем привести описание составной части сделать на отдельную главу или на отдельный раздел из книги. Книга у нас в данном случае это одночастный ресурс, отдельный учебник, отдельная монография. И в этом случае наше описание мы можем сделать вот так. Если делаем его как на составную часть, мы воспользовались только одной вот этой главой или одним вот этим разделом из всей книги. В этом случае, если у нас есть автор, мы записываем сначала автор, вот так, как это на слайде у нас приведено. Автор, инициалы, название этого раздела. Дальше у нас идут две косые черты. И дальше мы пишем заглавие того источника, той книги, в которой этот раздел помещен. Институты Европейского Союза даем через двоеточие сведения, относящиеся к заглавию. Мы поясняем, что это не монография, это не сборник, это учебное пособие. За косой чертой мы приводим всех авторов, которые это пособие составляли. Их там три. Вот их трех мы сюда и записываем. место издания. Если есть издательство, то записываем издательство. Видите, здесь у нас не хватает издательства. Год. А дальше через точку тире мы пишем не страницы, а приводим тот элемент, где размещен наш что это такое? Вот это введение в законодательство европейского сообщества. Раздел один, а потом уже страницы. То есть сначала крупный элемент, который относится к нашей составной части, а потом уже страницы, где он находится. Количество страниц одночасного ресурса мы не указываем, Ирина, в том случае, когда мы делаем описание составной части. Вот когда мы делаем на всю книгу целиком, то есть используем только то, что за двумя косыми чертами у нас здесь стоит, про всю книгу говорим, вот тогда мы указываем 328 страниц, записываем. Когда мы говорим о составной части, вот этим описанием, смотрите, какую информацию мы доносим до того, кто его читает. Мы использовали работу малого, введение в законодательство европейского сообщества, которое находится, мы говорим про кусочек, которое находится в книге, вот название этой книги, это не просто книга, а учебное пособие, которое написали три автора, была она издана в Архангельске, там в издательстве Архангельск в 2001 году, и этот кусочек, это раздел один, и находится он на вот этих страницах. вот этот красный просто для выделения показывает, что вот незабываем его вот сюда записывать после года перед страницами. В порядке, как в источнике указанной, Татьяна, авторы указываются в том же порядке, как они проведены в источнике, потому что иногда по договоренности с редакцией нарушается обычно в алфавитном порядке, но иногда нарушается очередность алфавитная, и по договоренности с редакцией в зависимости от вклада авторов. Если их там, например, 5, 4, 5, 5 или 6 человек больше, то кого-то из 5-6 могут поставить в начало сюда поближе, потому что он сделал 90% работы, плюс еще редакторские правки. Поэтому может быть вот такая вот вещь. Любовь, раздел, главу или там параграф из одночасного ресурса, мы в самом начале про это говорили, можно и желательно указывать в том случае, если, например, название самого источника целого не соотносится с тематикой нашей работы. Вот для, это актуально для курсовых, для ВКР, для магистрских работ, ну и для диссертации тоже, может быть, могут придраться. Причем здесь монументальная скульптура, если у вас работа по психологии. А мы взяли раздел один психология восприятия скульптуры, да, там чего-то такое. И вот этот раздел, он был в этой книге. И вот тогда мы указываем, делаем описание, как на составную часть, в название у нас пойдет психологические особенности, там, восприятие. Это уже сочетается с тематикой нашей работы. За двумя косыми чертами будет вот эта книжка про монументальное искусство, но мы указываем, что из всей этой книги мы ее все не читали, мы ее все не использовали, мы взяли только первый раздел, и вот он, вот он, вот он, раздел номер один. И тогда мы его сюда указываем. Поэтому, да, здесь не увлекаемся с одночасными ресурсами, чаще всего мы просто обходимся описанием целого ресурса, но иногда бывает необходимость вот таким образом показать, почему именно эту составную часть этой книги мы сюда взяли, хотя она к нашей теме никакого отношения не имеет. Для студенческих работ это может быть важно. После составной части перед двумя косыми надо автора составной части в том случае, если он по-разному указан, по-другому указан в самой книге. Вот смотрите, в первой части мы опустили, в первом примере мы опустили в описании составной части до двух косых черточек, мы второй раз не писали а и малый. Почему? Потому что не расходится с тем, как указано в книге. Официальный заголовок не расходится с тем, как его имя указано в книге. Поэтому по ГОСТу мы это можем опустить, он нам это разрешает сделать. А вот во втором случае, смотрите, у нас два автора оказалось этого первого раздела, этой составной части. По правилам мы первого указали заголовок, а вот за косой чертой мы приводим уже обоих авторов, и первого, и второго. Так как это по ГОСТу как раз у нас и положено. Вот. Надеюсь, что я на ваш Светлана Петровна вопрос ответила. Еще один момент, на который следует обращать внимание, когда мы работаем с описанием составной части ресурса. Он касается периодических ресурсов или журналов. Привычный нам способ за двумя косыми чертами мы пишем название, мы пишем год, мы пишем номер или там том, как это указано. Вот здесь для периодических ресурсов место издания и имя издателя, производителя или распространителя не указывается. Мы их, как правило, опускаем. у нас будет название журнала год номер или том выпуск номер и так далее. А вот место издания имя производителя оно опускается, но только для периодических ресурсов, для периодических изданий. Для сериальных изданий, относящихся к продолжающимся ресурсам, таким как записки, труды, продолжающиеся это те, которые выходят, если периодически, ну понятно, он выходит через определенные промежутки времени, раз в месяц, раз в три месяца, раз в квартал, раз в полгода, но у него есть определенная периодичность, поэтому он и периодически. А продолжающиеся ресурсы, они не имеют периодичности по мере накопления материала, поэтому в один год у нас может выйти четыре выпуска, а в другой год у нас может выйти два выпуска, а в третий год у нас может выйти вообще один выпуск. Они могут быть нерегламентированы. Вот как накопился материал, так они и издаются. Это касается записок, трудов, материалов, по-разному они могут называться, вот они относятся к продолжающимся. И вот для сериальных изданий что может, что должно указываться? дата публикации, заглавие, основное заглавие, вот для них уже место публикации, если есть издательство, то издательство год указываем, обязательно указывается дата публикации, обозначение тома, номера, выпуска книги идет уже после года, вот здесь смотрите, и если есть частное заглавие, отдельное заглавие у этого номера, выпуска или тома, оно записывается вот сюда. То есть во втором примере какую информацию мы отсюда можем подчеркнуть из идентифицирующего вот этого описания идентифицирующего ресурса, что у нас есть вот эта статья, вот этот материал, труд, который сереньким и до двух косых черточек, он находится в трудах Московского университета, которые вышли в восемнадцатом году, в томе одиннадцатом, выпуск третий, который называется там эволюция представления собственности. И мы в библиотеке, и вот страница, где находится эта самая работа нашего серого автора, серым шерифом выделенного. И когда мы будем искать, мы сначала найдем труды Московского университета в том же каталоге, потом мы найдем год, потом мы найдем том, выпуск, и если есть вот это частное заглавие, выпуски могут называться же тоже свои названия иметь, заглавия, это называется частное заглавие выпуска. И мы смотрим, чтобы еще выпуск третий у нас вот это вот заглавие было. А может быть там в этом томе был выпуск третий, но с другим частным заглавием. Мало ли, по другой тематике вышло, возьмем еще немножко не то. Поэтому вот так это указывается в описании и вот так это мы можем использовать. Вот как эта схема выглядит. Я вам тоже здесь на слайде написала с предшествующим элементом. Помним, что элементы не учитывается знак не после элемента, а перед ним с предшествующим элементом. Вот они здесь приведены. Что зачем писать вот в этой второй части после заглавия места издания. Да, вот год издания, вот эта вся вторая часть, вот она здесь у вас такой схемкой приведена. ну и про частное заглавие. Есть два варианта. Вот эти два варианта, они относятся и к составной части многотомного издания. Если у нас мы делаем например описание на какой-то есть сборник трудов какого-то автора, например, там Выгодский в восьми томах. Мы работали только делаем описание на одну работу Выгодского, которая помещена в четвертом томе, но помимо этой работы там еще несколько. В этом случае мы на эту работу делаем описание составной части из многотомного издания. Выглядеть это примерно будет ровно так же, как в нашем примере здесь. Первую часть мы пишем Выгодский, название вот этой работы, которая вошла в многотомник, если необходимо мы там сведения приводим об ответственности, если необходимо пишем, что текст непосредственный или опускаем эти элементы и дальше за двумя косыми чертами мы пишем. Только у нас будут не труды Московского университета, а название сборника. То есть делаем описание на вот этот наготомник весь и указываем вот здесь номер тома после года тоже указываем номер тома и если есть частное заглавие у этого тома, он как-то называется избранные работы 1900 какой-то 1900 какой-то года есть частное заглавие тогда мы его тоже указываем вот как в нашем примере приведено а вот страницы они относятся к тому к той составной части которая у нас сереньким цветом где она находится то есть здесь мы тоже не пишем общее количество страниц этого тома но вы можете встретиться еще с одним вариантом этого же описания здесь мы рассматриваем на примерах на примере продолжающегося издания но это может быть и к многотомным тоже имеет отношение использование области серии когда вторую часть мы делаем и есть у нее свое название у этого тома или выпуска мы делаем описание под этим частным заглавием то есть после двух косых черточек мы пишем не труды Московского университета а название вот этого выпуска если оно у него есть если его нет то у нас остается только первый вариант вот этот первый пример тогда просто эволюция представления о собственности мы это пропускаем у нас будет том 11 выпуск 3 страница такая но если у нас есть это честное заглавие мы можем либо первый вариант либо столкнуться со вторым вариантом после двух косых черточек мы пишем заглавие выпуска третьего точно так же Москва издательство издания страницы а дальше у нас в круглых скобочках в область серии вся вот эта синенькая труды Московского университета том 11 выпуск 3 оно перемещается вот сюда и тот и другой вариант правильный да любовь совершенно верно это разные варианты описаний есть описание под общим заглавием общее заглавие это для всех выпусков труды Московского университета для всех томов для всех выпусков но внутри каждый том или каждый выпуск каждая книга в чем там оно выходит могут иметь еще свои заглавия и вот второй вариант это как раз когда мы делаем описание под вот этим частным заглавием своим заглавием но нам же надо сказать что вот это частное заглавие оно является частью большого большого чего-то общего и вот это мы тогда приводим в серии просто в разных вариантах описаний которые вы берете из разных источников и вставляете в свой список литературы вы можете столкнуться с разными вариантами то так написано то этак написано то как в первом варианте то как во втором и возникает вопрос вот тома там выпуски они начинают бегать а вот как же правильно написать для собственного списка источника выберите один вариант лучше всего первый потому что он позволяет нам делать единообразно есть частное заглавие вот это эволюция представлений у выпуска или там книги или тома или нет его мы можем сделать просто по одной схеме как первая схема просто добавляя его или опуская если его нет вторая схема только для источников с частным заглавием и вот здесь мы можем уже с этим вариантом столкнуться в чужих библиографических описаниях просто для того чтобы вы поняли чего вот этот вот пример да чего куда нам правильно записать и что это одно и то же просто немножко по-разному скомпонованно да а информацию он несет одно и то же просто вы не пугались и не путались вот прям вот этот вот пример надо посмотреть по-моему в сокращенной презентации он у меня тоже остался чтобы вы могли из этого из второго сделать первое да здесь просто поставить на нужное место и все поэтому оба варианта правильные перед перед да большое спасибо Елена вот тот самый случай коллеги во втором примере точка тире перед москвой после слова о собственности здесь пробелы перед точкой нет когда вставляешь копипастом и в электронном виде тоже начинаешь набирать вот эти знаки и что-то вставляет через символы он иногда сам добавляет вот этот пробел да коллеги спасибо что обратили внимание везде поубирал но вот здесь он как-то проскочил здесь пробела нет точка привязывается к предыдущему слову да спасибо Елена обязательно обязательно исправлю и уберу исправлюсь вот вот такая особенность есть у описаний еще один момент но вот с этим коллеги мы подробно прямо разбираемся на курсе у нас прям отдельный модуль идет отдельная тема по многочастным ресурсам и вот там мы вот эти варианты какие многоуровневые одноуровневые описания на один том на несколько томов как это сделать какие варианты что все варианты правильные как сориентироваться как их опознать у нас там целые тренажеры и вебинары отдельные прям вот по этой теме идет поэтому кому нужно разобраться еще вам все вот эти подсказки методички там их страница по 20 наверное будет я их еще вам тоже на курсе все это отдаю поэтому кто хочет разобраться с этим спокойно потом уже работать приходите все подробно прям разберем еще один вариант с которым мы можем столкнуться в описаниях или который нам придется самим использовать если составная часть расположена в нескольких номерах периодического издания или нескольких номерах выпусках томах частях продолжающихся изданий вот как это сделать на каждой писать отдельное описание или нет автор один и тот же заглавие одно и то же все то же самое у нас получится тогда а если там 8 номеров это 8 источников списка литературы а по сути это один источник вот тогда используется вот такое описание его можно применять и для периодических и для продолжающихся изданий а для многотомников это для многочастных ресурсов для многотомных изданий это еще называется название у него такое интересное библиотекарь и знают библиографы называется подбор когда мы как бы все вот эти вот отдельные вещи там номера томов выпусков страницы не отдельными строчками пишем а как бы вот подобрали и все в одну в одну полоску у нас пошло и выглядеть оно будет вот так общее заглавие всего вот этого трудов место издания издательства дальше у нас пошло том 11 выпуск 3 видите у нас здесь нет двоеточие после выпуска и нет названия у него нет частного заглавия просто том и выпуск отлично вот мы его пишем номер выпуска и дальше страницы на которых эта работа господина Федосеева расположена это в одном томе в одном выпуске но у нас есть еще том 12 еще в томе 14 оно выходило и вот тогда мы после страниц ставим пробел точка запятой пробел и повторяем то же самое начиная с тома выпуска страницами но только пишем свои номера том 12 выпуск 2 страниц там 72 84 и вот точка пробела она отделяет разные группы мы их сгруппировали том выпуск и страницы и вот это мы повторяем только ставим свои номера тому выпусков и страниц и чтобы отделить их друг от друга ставится точка запятой то есть одинаковые группы они у нас повторяются поэтому вот этот знак используется будет у нас том 16 мы после 110 поставим пробел точка запятой пробел и опять том 16 выпуск там 3 страница такая-то и вот сколько их у вас есть где расположена статья вот все их мы вот так вот и записываем поэтому вот это вот хороший вариант когда у нас одна и та же статья но в нескольких томах номерах или выпусках расположена с журналами можно то же самое делать с периодическими если у вас в разных номерах вышла а если еще и в разные годы тогда мы добавляем еще год будет 2018 там том такой-то а потом вот к этой группе которую мы повторяем мы потом уже просто добавляем нужный год а вот эти вот номера это уже в другом коде в гости кстати это прописано можете посмотреть там это вот тоже приведено еще один момент на который стоит обращать внимание при описании составной части ресурса когда мы говорим о сборнике материалов конференции вот сборник материалов это не периодическое это не продолжающееся издание чаще всего это идет как разовое издание да вот прошла конференция мы издали сборник прошла конференция мы издали сборник хотя в названии тоже может быть сборник материалов пятый научной конференции Сборник материалов 28-го международного конгресса. Это номер конференции и конгресса, но не самого сборника. Поэтому он не продолжающийся. Он одночасный ресурс. Вот прошла конференция, сдали сборник. Не прошла конференция, не будет у нас сборника. И вот здесь тоже два варианта описания мы можем встретить в сведениях, относящихся к заглавию. Вот видите, синеньким, где написано сборник материалов, пятой научно-практической конференции. Где проходил эта конференция, указание? Потому что место проведения конференции и издательства, где издавался сборник, может вообще не совпадать. Не совпасть. Вот здесь вроде бы совпало и Санкт-Петербург, издательства, интернет-университета условного. Вроде бы нормально. А может, и издали, нашли подешевле. В Самаре и издали там. Или какие-то партнерские взаимоотношения и издали на базе Саранского университета. Может быть и такое. Поэтому место проведения конференции, оно всегда указывается. И тоже два варианта может быть. Вот посмотрите, здесь у нас в нашем примере приведено через запись в скобочках место проведения, даты. Вот так вот они указываются. Но есть еще один вариант через запятые. И вот ниже я вам курсивом черненьким оба варианта привела. И так, и так. Есть два пункта ГОСТа, которые регулируют вот эти вопросы геолокации и хронологии. И так встречается, и так встречается. Но в самих примерах, которые касаются именно сборников конференций, чаще используется, и в самом ГОСТе используется второй вариант со скобочками. Но в некоторых изданиях, научных изданиях, идет первый вариант. Или в библиографических описаниях где-то вы можете столкнуться с первым вариантом, когда через запятую. И так, и так можно, и тот, и другой вариант они существуют. Просто более традиционный, вот второй со скобочками. Когда мы отделяем, пишем место проведения и дату проведения. Но просто оба варианта вам предложу, чтобы вы не пугались. Просто в своем списке вы уж один какой-то используете и под него тогда второй адаптируете. Ну, поменять скобку на запятую, это, наверное, не убрать лишнюю, это, наверное, не очень сложно. Но вот имейте в виду, что вот такие вариации могут быть. Поэтому не пугайтесь. Слово издательства, да, там, где у нас идет наименование издательства, то можно сокращать. В издательстве можно сокращать в этой области. Если конференция опубликовали в номере журнала, материалы конференции. Ну, смотрите, если это периодический журнал, то тогда делаем как на периодическое издание, как на периодический журнал. Только смотрите по названию. Если у вас название журнала, вот оно осталось, то тогда его используем в качестве основного заглавия после двух косых черточек. А если просто номер стоит, да, и название сборника, вот этого материала, конференции такой-то, такой-то, ну, тогда используем это название. Должна длина... Нет, там, где страница, там коротенькая. У нас разве длинная статья? Нет, у нас коротенькая. Дефис даже иногда ставит дефис. Здесь короткая дефисная. Вот. Ну, вот так вот у нас будет выглядеть статья из сборника материалов конференции в полном варианте с круглыми скобочками, так как мы ее указываем. Предписанное после места издания. Смотрите, после места издания предписанный знак двоеточие, если у нас идет не после, а перед указание издательства. Вот если мы издательство указываем, то оно идет с предшествующим, у нас не последующие, у нас предшествующие знаки, предписанные пунктуацией. Тогда двоеточие будет. Если у нас издательства нет, то вот этот элемент выпадает с предшествующим знаком, то есть со знаком двоеточия. И если его у нас нет, то у нас в периодических изданиях и в продолжающихся мы это можем опускать. То тогда у нас будет стоять следующий элемент. Это год, а ему предшествующий знак запятая. Вот. Поэтому мы его ставим. Так, сейчас тут найти предшествующий знак. Да, ну здесь. А, вот здесь вы имеете в виду. Да, здесь по предшествующему знаку да. Здесь да. По предписанию, по еще. По описанию составной части ресурса. Периодическое или продолжающее сиздание. Да, Елена, спасибо. Увидели. По названиям бюллетень, записки, вестник может быть продолжающимся, может быть периодическим. Если мы видим слово бюллетень, это не всегда означает, что это ресурс продолжающийся. Хотя именно в продолжающихся есть какие-то общие, такие типовые слова, которые как бы дают нам понять, что это все-таки скорее у нас будет продолжающийся. Но идет, такая вещь еще есть, для периодических изданий они тоже эти слова могут использовать. Например, бюллетень сибирской медицины, он не продолжающийся, он идет как периодический. И поэтому всегда используйте, если возникают вот такие сомнения, проверить, какое же это издание, когда с журналами особенно имеем дело. Е-лайбрери, открывайте карточку журнала, просто это буквально пару секунд занимает. И в разделе тип, в основных характеристиках этого издания, тип сериального издания всегда пишется. Это продолжающийся, это периодический или какое это издание, что это такое. И вот в данном случае мы видим, что бюллетень сибирской медицины, это издание периодическое, значит, мы на него будем делать описание не как на продолжающиеся, а как на периодическое. 2017 год слит на что? Если год к цифре, то неправильно, если пробел отделяется от года. Это так. На само издание можно выйти и посмотреть, да, но смотрите, там разные версии. Здесь еще чем хорошо? Да, можно на само издание, в архиве номеров или на сайт издания, если оно есть, то посмотреть, либо перейти, если это только печатная версия, перейти, проверить по е-лайбрери, да, ну, как один из вариантов. Либо так, либо так. В е-лайбрери еще можно найти историю, потому что они могут менять. Он был продолжающимся, а потом стал периодическим. Или наоборот, он издавался как периодическое, а потом материалы перестало хватать, и он стал продолжающимся. Вот эти все изменения, они как раз в Ринце, они в е-лайбрери, да, на карточке журналов, они как раз отмечены, что до такого-то года он был продолжающимся, а потом стал периодическим. Или наоборот. Вот эту вот историю можно увидеть. Поэтому, вот, если возникают, да, как один из вариантов, либо на самом сайте, либо переходим и смотрим в е-лайбрери. И статья из вот этого журнала у нас уже будет выглядеть не как из продолжающегося сборника, а именно как из периодического. Заглавие, год, том, номер и страницы. Если бы было продолжающиеся, мы бы еще добавили место издания, там, год издания. Здесь мы место издания, издатели вот это опускаем, и остается у нас только том, номер и количество страниц. То есть это мы уже установили, что это периодика. Описание статьи с Дуи. Когда у нас встречается Дуи, куда мы его указываем? Есть два варианта. Вообще Дуи может быть присвоено либо отдельному сборнику, либо выпуску, если речь идет о продолжающихся изданиях, либо самой статье. Вот в периодических изданиях, чаще всего Дуи, мы имеем дело с Дуи самой статьи, потому что не выпусков много, и не каждому периодическому выпуску присваивается свой Дуи, а присваивается только часть, так называемый суффикс, префикс. Первая часть Дуи, она присваивается самому изданию, там журналу, и он везде будет одинаковый для всех выпусков номеров этого журнала, а дальше вторую часть, суффикс издания уже само формулирует, делает вот это вот разделение. И вот эти вот разделения, они как раз присваиваются статьям, поэтому в статях из периодических изданий мы чаще всего имеем дело с Дуи статьи, и она записывается вот сюда, в первую часть. Дуи – это цифровой идентификатор цифрового документа, который привязывается к самому тексту документа и не позволяет ему потеряться. То есть по этому номеру мы всегда, куда бы документ ни переехал, URL поменялся, и все, по URL мы этот документ можем уже на этом месте не найти. Но если у него есть Дуи, он относится к условно-обязательным, но лучше его указывать, потому что мы вводим Дуи, и где бы эта статья ни находилась, мы этот текст все равно найдем. Это вот такой маяк для поиска. И он пишется, Дуи статьи пишется в первой части до двух косых черточек после сведения об ответственности, там сведения, относящихся к заглавию, об ответственности, перед видом содержания и средства доступа. Ну, соответственно, если у нас нет сведений, относящихся к заглавию, об ответственности, и вид содержания тоже не... Ну, в данном случае мы его все-таки будем указывать, это электронный ресурс, текст электронный. Вот перед ним пишется Дуи. Вот сюда он вставляется. И вот так это будет выглядеть в самой статье. Вот его место. Вот в самом Дуи, то, что я вам говорила, до косой черточки, вот это 10 точка что-то, это и есть вот тот самый префикс, который присваивается специально самому изданию. И само издание... А вот после косой черточки здесь разные могут быть обозначения, одни цифры или цифры буквы, цифры слова, вот как в нашем случае, да. Это вот зашифровано уже местоположение в самом журнале этой статьи. Вот это не будет меняться, а будут от статьи к статье меняться то, что за косой черточкой для этого журнала. Вот место Дуи статьи для составной части ресурса. Еще один вариант. Вот первая. Статья с Дуи. Все, мы здесь указали, да, статью, но здесь нет, мы не указали URL, вот эту область примечаний, мы здесь опустили, мы указали только Дуи. Сейчас пока на это не обращаем внимания, смотрим только на Дуи. Дуи статьи. Еще один вариант, с которым вы можете столкнуться, когда у вас приведено и Дуи статьи, и до двух косых черточек, как во втором примере, и Дуи где-то в самом конце, после URL-ов, после даты обращения и прочего, прочего, прочего. Вот таким образом. Вопрос. Можно ли вот так записывать и Дуи статьи, и Дуи, видимо, самого сборника, вот этого, потому что Дуи присваивается и самому сборнику. Можем ли мы написать вот таким случаем? И в каких случаях мы это можем сделать? Так вот, есть правило, что и в самом новом госте 2022 года по ссылкам на электронные документы, там оговорено это правило, что Дуи может быть только один, либо Дуи самой статьи, либо Дуи сборника. Но если второй вариант, возможно, в том случае, если не присваивается Дуи отдельным статьям, хотя чаще всего присваивается, но если вдруг столкнулись, но есть Дуи сборник, тогда его указываем. Но если мы говорим о статье сборника, смотрите Дуи самой статьи, лучше первый вариант. Но если нет, не указано, но указано Дуи всего, всей вот этой книги, сборника, тома и так далее, тогда его указываем. Вот он будет указываться в конце. Он говорит о том, что это Дуи не статьи, а сборника. И где-то там в сборнике мы по этому Дуи, по второму, можем найти только саму книжку. А уже внутри нам придется искать статью. А вот по первому варианту мы найдем текст именно этой статьи, которая находится там в сборнике. Два Дуи в одном описании не пишутся. Вот это вот такое маленькое дополнение к описаниям составной части ресурса. Ну и вот пункт, который это регулирует по новому ГОСТу, я вам сюда его тоже на слайд написала. Пункт 5.3.6 можно посмотреть, там это тоже указано. Ну вот, коллеги, на сегодня мы с небольшой задержкой с вами добрались до конца. Немножко нас интернет выбил из колеи. Презентацию не забудьте... Сейчас посмотрю. Да, я ее открыла. Презентацию не забудьте скачать из вкладки файлы. Там она есть. И коллеги про курс. В презентацию для скачивания я вам тоже эту информацию добавила. В январе 28-го у нас курс библиографии для небиблиографов запускается. Что будет входить в этот курс, я вам сюда написала. Здесь новая программа и я вам еще вот эти все моменты сложные мы будем разбирать уже на самом курсе, уже стараться их отработать. Потому что один вебинар, охватить все это достаточно, немножко сложновато. Ну и плюс дополнительный материал, рабочие тетради, раздаточный материал, ну и шаблоны, различные алгоритмы, схемы, плюс подсказки для того, чтобы вы могли разработать свои материалы. На курсе я вам это все буду отдавать по каждой теме. Вот этот раздаточный материал, это по каждой теме он будет в обязательном порядке. Ну и в конце тоже я вам привожу вот такой список на ссылка и картинка и ссылка на страницу на лендинг, где можно задать вопросы или оставить заявку на участие. Они действующие, но там пока еще идет актуализация материала, актуализируется программа, находится еще в работе, поэтому там может висеть старая программа, вот новую я вам сюда, такая первая публикация общественная, я ее вам заранее сюда выкладываю, можно посмотреть, какие вот это все темы, которые будут, и только кусочки из этих тем, которые мы будем на курсе разбирать. Заниматься мы будем по субботам, сдвоенные вебинары, ну с утра и до обеда, чтобы уложиться. По две темы проходить, и поэтому очень много материала у вас пойдет еще на дополнительного, на самостоятельное изучение. Эльвера, курс так и называется «Библиография для небиблиографов». Вот я ссылочку привела, прям можете перейти на страницу, посмотреть специально. Так и называется «Библиография для небиблиографов. Практическое руководство в примерах задачах». И вот как делать вот такие интересные материалы, у нас задания к модулям, они как раз и будут состоять из этого. Тесты все практикоориентированные, то есть там мы будем отрабатывать, чего куда писать, как писать, как увидеть ошибку, как ее исправить. То есть теоретических тестов, вопросов, ну будут, но их мало. В основном это на отработку. И еще у нас там будет такой онлайн-тренажер тестовый, где вы будете сами собирать библиографические описания, исправлять. Вот им можно будет пользоваться неограниченное количество раз во время курса. Сколько надо, столько мы к нему и обращаемся. И итоговый тест, он тоже будет практикоориентированный, потому что там теоретических вопросов мало, в основном вот на работу с самими описаниями разных видов, то, что у нас есть в курсе. И по электронным ресурсам отдельно у нас вебинар будет, отдельный модуль по новому ГОСТу уже 2022, который по библиографическим ссылкам, потому что там много ссылки и описаний, они же взаимосвязаны между собой, и мы что-то из этого нового ГОСТа можем взять для библиографических описаний, электронных ресурсов, ну и плюс уже в библиографические описания, да, какие-то элементы. А кто нам это запретит? Но нужно понимать, что, откуда берем, и делать это сознательно и обоснованно, а не просто почему-то нам это захотелось. Где это можно сделать, как это можно сделать, но, опять же, это упрощение работы потом тем же студентам и научным руководителям, потому что ссылки на электронные ресурсы, вот эти новые, и библиографические описания на электронные ресурсы, они в некоторых моментах могут расходиться, и расходиться значительно. И это лишняя информация для научных руководителей, и для, тем более, для учащихся. И вот как это привести к общему знаменателю, чтобы было легче и проще, вот это мы как раз во второй части будем рассматривать. И там вот эти есть нюансы, которые хорошо бы знать. Ну и плюс то, чего нет в ГОСТах. А как сделать описание на видеофрагмент из урока, из видеоурока онлайн-курса? Посмотрим. Можно, можно сделать. Вот это мы тоже будем. Но нигде в ГОСТе вот такого готового описания нет. Это будем составлять и разрабатывать, и использовать себе вот такой банк образцов. То, чего нет в ГОСТах, мы уже с вами сделаем. Ну и плюс диссертации, авторефераты. Архивные материалы в последнее время очень часто стали спрашивать, особенно асперанты, как сделать описание на архивные материалы, а этого практически отсутствуют, да, какие-то схемы понятные. Ну вот это вот тоже, этот элемент добавили в новый курс. По стоимости курса, Эльвир, в зависимости от варианта участия, да, от формата участия, там есть несколько форматов. Нужно смотреть, а там, по-моему, что-то порядка семи. Семи и дальше ВИП там совсем подороже, и активные слушатели еще подороже. Надо посмотреть, вы просто посмотрите. Ну, опять же, по поводу стоимости, можно и частями, оплата частями тоже. С куратором можно поговорить, программа с менеджером. Поэтому там возможно, ну, до конца обучения. Да, там разные варианты могут быть. Это уже в индивидуальном порядке нужно с менеджером обсуждать. Ну, вот новая программа, пока еще на сайте, ее может сейчас не быть, она находится в работе, но я ее вам, вот то, что будет точно на сайте, я ее вам сюда прописала. Ну, и по каждой теме, там, практику, работать будем ручками. Вот, коллеги, ну, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Всем большое спасибо.